Реальная ситуация, она можно разделить на две части. То есть первая часть это то, что реально происходит на земле. Вторая то, что создается в виде виртуальной картинки. Первое то, что происходит сейчас на земле. Есть ключевые направления. Это условное Харьковское направление, но все равно в сторону Донбасса. Направление, которое идет на Славянск и направление, которое идет на Артемовск. И там есть ощутимые победы, там есть ощутимое продвижение. Сейчас наши войска находятся буквально на небольшом расстоянии от Северска, куда мигрировали основные войска, которые были выведены из Лисичанска, Северодонецка и нашей вот этой треугольника. И дальше они будут мигрировать в сторону Славянска. Сейчас в самом Северске остаются буквально тербаты. Остаются вчера мобилизованные бойцы на улицах украинских городов и брошенные в качестве пушечного мяса оставлены в том же Северске. Основные войска, которые представляют из себя реальную силу, которые обучены, которые умеют что-то делать, они отводятся. Офицеры отводятся заранее. То есть перед нами остается реально пушечное мясо, которое абсолютно сознательно отдается на убой. Сейчас наши подразделения буквально ведут артобстрелы окружения Северска. И сейчас создаются все условия для того, чтобы Северск очень в ближайшее время, по аналогии с Лисичанском, когда была проведена феноменальная операция по взятию огромного города практически за двое суток. Сейчас будут подготовлены все условия. И я очень верю, что Северск тоже будет взят и взят с максимально, с минимальными потерями, с минимальным кровопролитием с нашей стороны. Дальше движение будет развиваться вот туда, в сторону Славянска, а потом, возможно, в сторону Краматорска. Поэтому другого, к сожалению, варианта заткнуть украинские обстрелы, угомонить украинцев, которые ведут сейчас военные действия против мирных, практически нельзя. Сейчас у нас, к сожалению, статистика такова, что где-то порядка 2,7 тысячи мирных жителей стали жертвами. Более 300 погибло. Сейчас это я говорю только об ЛНР и ДНР. На этих территориях это люди, которые страдают каждый день. Украина прекрасно понимает, что они ничего не могут противоставить на поле боя. Они реально не могут. Они отступают, они не могут построить фертификационные сооружения, поэтому они бьют по мирным жителям. Они обстреливают Донецк, они обстреливают Ясиноватую, они обстреливают Новую Каховку. Они сейчас используют новейшее вооружение, которое предоставляют ему американцы, для того, чтобы нанести удары абсолютно мирным целям. Делается это не просто украинцами, а делается в координации с американцами. Они делают целеполагание, они дают данные разведке, они, по сути дела, наводят на те точки, по которым нужно наносить удары. Когда американский госдеп, когда Пентагон, когда господин Блинкин говорит о том, что мы должны создать условия максимально сильные для Украины, для ведения переговоров. Получается, что максимально сильными условиями американцы считают погибших мирных жителей. Разбитые детские сады, больницы, жилые дома, то есть нанесенные удары по мирным жителям. То есть, по сути дела, те правила, на которых взращивались целые поколения, которые были важны после Второй мировой. Красный крест, красный полумесяц, не стрелять по прессе, не бить женщин и детей. Это все растаптывается. Просто растаптывается. Это все плевать на это все. И вот это, то, что мы, они наплевали на базовые принципы, это является сильной позицией. То есть, мы ударим туда, где больно. Мы ударим туда, где традиционно считается, бить нельзя. Мы нарушим все правила. Американцы исходят именно из этого. И украинцы точно так же, они продемонстрируют, что они будут бить туда, где больно. Поэтому у нас не остается выбора. У нас реально не остается выбора. Мы должны достигать победы на поле боя. Мы должны наносить удары под центром принятия решения. На самом деле, совершенно неверно, когда Зеленский может чувствовать себя абсолютно открыто и каждую ночь вести вот эти телевизионные проповеди. Это неправильно. Неправильно, когда Резников взывает к населению, созванивается ежедневно с другими государствами НАТО и координирует с ними свои действия. При этом Зеленский не знает о том, что Резников ведет переговоры со своими коллегами за рубежом, со странами НАТО. То есть возникает вопрос. Зеленский – это кукла, ведущая в основном пропагандистскую работу. Резников является частью НАТОвской машины. НАТО в свое время заявляет о том, что как-как, мы же, конечно же, не воюем. Это же не наша война. Это освободительная война Украины. Поэтому Украина сама-сама-сама. Мы только обеспечиваем. Только американцы еще единственного не сделали – они не ввели свои войска открыто на территорию Украины. Они ввели наемников, они ввели инструкторов, они дали целеполагание, они притащили свое оружие, они профинансировали все это ведение войны. Что еще не сделали американцы? Что еще не произошло для того, чтобы американцы были официально названы страной-агрессором, страной, ведущей военные действия просто на территории Украины, против России, против республик Донбасса, против тех, кто защищает свою независимость и защищает свою безопасность. То есть именно американцы занимаются именно этим. Украина же, с другой стороны, обязана создавать некий рекламный фон. Им необходимо бить по Херсонской области. Им необходимо анонсировать. Я думаю, что вот эти заявления – это будет самое анонсированное наступление на Херсон. Больше никто никогда активнее не анонсировал такие продвижения, такой захват и контрнаступление, которое планирует сделать Украина, но на которое она не способна. Она способна ударить по мирным жителям, это да. По складу селитра – это да. По детскому саду – это тоже вполне. Но вести реальные военные действия, которые будут претендовать на захват или возвращение под контроль Украины и Херсонской области, они вести на самом деле не способны. Но при этом и Зеленский, и Арестович, они уже были, впадали в дживелина поклонства. Потом у нас было Байрактара обожание. Теперь у нас Химарсовосхищение. Дальше продолжаем линию. У нас будет дальше патриота экстаз, стингера обожествления и томагавка умиления. Вот дальше список того, что будет делать. То есть есть реальность, а есть формируемая виртуальная необходимость. Виртуальная необходимость для Украины, к сожалению, обязательно. Потому что каким образом Резников наберет себе миллион человек, которых отдадут на заклание? Каким образом они будут позиционировать Украину в ведущую победу, достигающую победу, на которую нужно давать деньги? Поэтому это разные войны, которые ведутся в разных плоскостях. И каждый играет в свою игру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова